Всем привет! Сегодня покажу свой флорариум. Давно не показывал. И какие изменения на нем произошли, посмотрим подробно. В общем, кто не знает, у меня посвящен флорариуму целый плейлист. Заходите на канал плейлисты, смотрите и выбирайте флорариум. Там с самого начала все ролики, что в нем менялось, в том числе и освещение. Все это подробно написано. Но сейчас я тоже вкратце расскажу. Флорариум самодельный, из старых стекол, когда меняли окна. Как склеивать, я думаю, вы найдете в ютюбе. У аквариумистов очень много подобных роликов, поэтому это не составит никакого труда. В плане освещения оно у меня тоже менялось много раз. Поэтому сейчас я остановился на прожекторах. 36, два прожектора и одна такая светодиодная лампа, тоже 36. В общем, и в целом это около 100, там плюс-минус ватт на такую площадь. Свет белый исключительно, но я, поскольку играл с освещением, оно тоже у меня менялось. Разные я пробовал и самодельные. В общем, заходите в плейлисты, смотрите старые видео. Там тоже интересно, я думаю, вам понравится. В плане влажности натянул в последнее время такую вот пленку и протянул такие вот трубки от увлажнителя на 5 литров фирмы Марта. Трубки эти я приклеил сам. То есть, вот я сейчас нажму, он у меня к таймеру. Если его подключить, то он не будет включаться автоматически. То есть, его все равно нужно на кнопку нажимать, чтобы шел пар. И вот сейчас я вам открою и покажу. Так, из этих трубок. Вот она, пошел пар. Увлажнитель обязательно должен находиться выше уровня, потому что либо как-то создавать какое-то давление. Я не знаю, я поставил сверху и никаких проблем. Вот. Вот он этот. Пар пошел. Устанавливал китайский фонтанчик в самом первом виде. Он у меня здесь в центре стоял. Посмотрите, тоже интересно. В общем, я включаю его сам. И когда он наполняется таким паром, я его выключаю. Сейчас я его выключу, чтобы нам посмотреть, разглядеть все растения, какие тут у нас находятся. Так, ну здесь вот я поставил вот эту монстырку Фридрихшталя. Такой крупный лист. Как только укоренится, я ее отсюда уберу. Также здесь у меня вот такая вот видовая маранточка есть, белая желудковая. По-моему, не знаю, как она точно называется. Если кто-то знает точно ее название, пожалуйста, напишите. Я все стал подписывать. Это Amplux Amplux Begonia. Видовая, очень красивая. Вы посмотрите, какие у нее листики шикарные. Они как такие стрелки. С бордовыми пятнами. Ну, супер, обожаю ее. Подстригаю ее и рядом подсаживаю. И кустик такой пушистенький стал. Просто супер. А на дальнем плане вот у меня стоят фитонии. Фитонии я сажал вместе все в один горшок. Не в один длинный, а они там несколько такие коротенькие длинные горшочки. И я по нескольку сортов сажал. Вот одна из них даже наметилась цвести. Ну, собственно говоря, по фитониям они у меня так просто радуют глаз. Собственно говоря, эти растения можно без проблем найти в любом садовом центре, в любом цветочном магазине. Стоят они, ну, 100-150, наверное, я не знаю. Максимум, наверное, рублей 200. Поэтому не проблема найти. Я вот пособирал разных кучу сортов. И вот сейчас они меня вот так вот здесь радуют. Ну, то есть они заполняют, скажем, такое пространство. Ими можно легко заполнить. И достаточно неприхотливые. Так, здесь у меня еще стоит филадендрон. Такой бархатно-листный. Ну, наверное, тоже его отсюда переселю. Вот новый листик он раскрыл здесь. В общем, тоже был черенок. Я его здесь укоренил. Посмотрим. Тоже, наверное, переедет. Вот такие вот драгоценные орхидеи. Они на бутонах. Вот они уже бутоны. Не скажу, что я прям в полном восторге, когда они цветут. Это, конечно, выглядит симпатично. Но мне все-таки больше в таких орхидеях нравятся сами листья. Но цветение у меня как-то не на первом месте, скажу честно. Так, здесь у меня лаказий чай. Такая она короткая. Короткие, толстые листья. Вот сейчас я пар выключил. Видите, листья все-таки мокрые. Это я ничем не опрыскивал. Это вот именно после вот этого пара. Он здесь оседает, как туман на листьях. И они вот все такие влажные становятся. Так, филдендронный торт. У меня здесь молоднячок такой. Это вот я покупал первый самый. Он у меня буквально стволик обвысел. Я его поставил сюда, во флорариум. И он начал расти. Причем две точки роста появилось. И вот такие вот молоденькие, красивые тортумы. Вот у меня начали. А так я купил тайский у перекупщика. Покупал цена такая была приличная. И все листья, то есть размер был, сейчас я вам скажу. Размер был вот, наверное, чуть меньше этого. Но приблизительно такой. Листики все облетели. И остался один только стволик. Это вот вам на заметку, как адаптируются растения. То есть они могут полностью обусеять. Могут вообще не выжить. Ну вот у меня вот от стволика начали расти вот две такие деточки. И то во флорариуме. То есть я их сразу сюда поставил. В мох, наш любимый, мохсфагнум. Так, здесь, ну, авоказия, сильвер, серебряный дракон. По-моему, так перевод звучит. А еще хочу показать филадендрон. Вот этот красавчик. Он у меня начал. Растет в таком маленьком стаканчике. Филадендрон, литл фил. Ну, в общем, это миниатюрная форма филадендрона. Он больше, крупнее не будет. Он будет только пушистее становиться. В стороны будет разрастаться. И вот, видите, его надо срочно тоже пересадить во что-то другое. Иначе он у меня здесь начнет уже в другие горшки переползать. Так, далее, авоказия Небуа Элейн. Потрясающе красивая. Горшок полон корней. Понравилась и новая моя земляная смесь. В общем, отсюда это растение я не убираю. Очень капризная, на самом деле, авоказия. Деток нету. Поэтому пока даже бульп тоже нету на прорастании. Следующий растет у меня такой видовой. Очень красивый, очень редкий папоротник. Листики у него жесткие. Растет он у меня на камне. Ну, вот, собственно говоря, мне его даже и особо не показать. Вот, у него две точки роста. Одна в одну сторону, другая в другую начала расти. Ну, если учесть то, что я купил пару листиков всего лишь, то вот сейчас вот он вот так вот пушистенько, можно сказать, выглядит. Мне очень нравится. Так, здесь у меня спотифилм, который тоже я хочу отсюда переселить. Но это когда я уже буду собирать следующий стиваж. Обязательно это сделаю. Это необычный. Это, по-моему, там, милк что-то как-то там. Ну, в общем, у него вот такое вот побеление от сердцевины к краям. Ну, прикольный спотифилм. Я видел взрослые растения. Очень красиво выглядит. Так. На дальнем плане у меня тоже там аллоказия. Аллоказия клепиолата. Обожаю ее. Она такая красивая. Просто супер. В общем, суперская аллоказия. Так, следующее у меня аллоказия. Это аллоказия у меня тут... Не помню. Не помню, как называется. Так, он там у меня, кстати, подписан. Сейчас мы посмотрим, почитаем. Скальпрум. Да, аллоказия скальпрум. Очень такие красивые, жесткие листья. Бесподобная. Так, здесь у меня вот стоят вот эти вот... Помните, я посылку тоже распаковывал дома. Это вот филопендрон. Такой вот. Это промежуток. В общем, я его разделил на два листа. Там растут молодые детки. Но, не знаю, вообще опасно покупать промежутки, потому что бригадность может не передастся молодым растениям. Поэтому ждем, наблюдаем. Здесь тоже у меня стоят драгоценные орхидеи. Вот такая красавица. Эта драгоценная орхидея называется... Аниктахилус, по-моему, остров сокровищ. Очень красивые листья. Так вот, он сейчас прям под ярким-ярким светом. Но они такие желтые и как бы блестят. Просто невероятно красивая. Так, еще у меня там какая-то орхидейка. Вот она, спряталась. Ну, в общем, драгоценными орхидеями надо сейчас, я буду в ближайшее время заниматься. И пересаживать, пока есть свежий мох. Вот такая красивая, смотрите, листики разворачивает. Тоже супер. Ну, капризные растения, они и гнили у них могут быть, и все такое. И выращивать их только вот в таких вот супер-влажных условиях нужно. Поэтому, если хотите, и такие растения, знайте, что цена на них немаленькая. И соответственным растениям, соответственные условия нужны. Так, здесь у меня стоит черенок Тенанта Люберса. Это у меня просили укоренить. Стоит, укореняется. Так, этот филодендрон тоже я вам показывал. По-моему, там уже проснулась почка. Так, название его. Парадайсу Верде. И вот у него он полностью в мох я его посадил. И вот она, почка, начинает просыпаться. Вот, смотрите, сколько корней. Сейчас отдалю, чтобы лучше было видно. Корней очень-очень много. Так, что нормально все. Орхидейка у меня там упала в воду. Длинный ствол. Так, надо будет заняться, сделать все тут. Так, далее у меня здесь стоит филодендрон. Этот, такие крупные у него листья. Он у меня укореняется. Называется он Велитая. У него очень такой длинный лист. Я покупал макушку, но буквально вчера я смотрел эту макушку, и стволик начал чернеть. В общем-то, я с ним мысленно уже прощаюсь. Не знаю. Написал продавцу, что вот, мол, так и так и так. Есть ли еще? Я хочу еще, хочу это растение, но желательно укорененное. А то я был такой уверен из своих сил, что смогу укоренить. Но что-то пошло не так. В общем, пока наблюдаю, жду. Смотрим, что будет дальше. Так, вот такая шикарнейшая авоказия. Тоже жесткий лист. Посмотрите, очень красивая она. Но это молодой лист, он такой желтоватый даже. А вот уже такой взрослый, зрелый. Название сейчас вам не скажу. К сожалению, она мне не подписана. Ну, а у нее в стаканчике там отверстия есть дренажные. И она у меня... Вот, посмотрите. Сейчас приближу. Видите? Гляньте, что творится. То есть она у меня тут прям так прижилась. Ужилась. Так, дальше у меня здесь укореняется черенок. Укоренился уже вот такой вот бегонии. Это бегония хлористика ред. Невероятно красивая. Вот цветет, кстати, маленькими цветочками черенок уже цветет. Но видно, когда срезал, там уже были заложены цветочные почки. И вот на черенке она распустилась. Я против удалять цветы. Тем более, что черенок уже укоренился. Если что-то растению не так, он сам сбросит. Так, здесь у меня такая новая авоказия. Эту авоказию я обменял на другую редкую авоказию. В общем, ну, шикарная. Расти стало хорошо. Горшочек маленький, земельная смесь тоже новая. Вот ее использую. Видео по обзору авоказии. Я рассказывал все земельные смеси, которые использую, в которых у меня растут авоказии. Так что переходите на канал. Смотрите, тоже есть отдельный плейлист по авоказиям. Смотрите и берите для себя чего-то новенькое. Так, здесь у меня растут черенки лудизии. Они все благополучно укоренились. Здесь нижние листики, вот эти вот красные, это все обрежется. И я думаю, что в ближайшее время я это растение тоже отсюда переставлю. Ну, на этом я буду заканчивать. Так, кошка просится, дверь закрыл, орет. Вот такие вот у меня новости в моем флорариуме. Пока что менять я в нем особо ничего не буду. Вот только в плане растений там что-то переставлю, что-то пересажу, расчеренкую. Вот это когда укоренится монстерка, я ее тоже отсюда выну. В общем, движение у меня здесь происходит постоянно. Он у меня как бы и роль такой теплички играет, и визуально очень приятно глазу на него смотреть. Особенно, когда видишь, что растения здоровые и вот так вот реагируют, это дорогого стоит. Так что не бойтесь, экспериментируйте, сооружайте сами, это намного дешевле, экономьте средства. На этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо, что посмотрели, спасибо за лайки, комментарии и пока-пока.